Привет, мои хорошие, с вами Селена Сэй, и настал тот день, когда по запросам я отвечу и сниму вам видео об осознанных сновидениях. После того, как я рассказала, что же я рассказывала? А, книги, книги у меня были, и там одна из книг была Стивен Лапердж, «Практика осознанных сновидений». Я сказала, кому интересно, напишите мне под видео, и многие откликнулись и сказали, интересно, 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 интересно. Также уже в инстаграм, в прямом эфире, девочки у меня интересовались, и я им рассказывала, то есть они уже практиковали. Но на самом деле это не такой, с одной стороны, это в теории очень просто, а на практике очень сложно, именно потому, что нужно быть достаточно осознанным. Просто осознанным и внимательным для того, чтобы применять эту практику на деле. В чем смысл? Самый простой. Вообще это научно доказано, так, чтобы вкратце я вам скажу, да, и как раз-таки Стивен Лапердж, где-то там в США, в каком-то университете. Естественно, я не запоминаю все эти названия, но вы можете взять эту книгу и прочитать, я ссылку на нее оставлю внизу. Он давно уже открыл, и как психология он уже помогал даже людям, справиться с их какими-то трудностями, избавлял людей от кошмаров и так далее. Но вместе с тем это очень такая практика, достаточно полезная, даже духовная, для того, чтобы понять, насколько иллюзорен наш мир. Практика эта заключается в том, что вы в свою жизнь ежедневно привносите одну привычку — проверять, спите вы или не спите в данный момент. Вообще, это как раз-таки подтверждение тому, что во сне мы испытываем все то, что в реальности, ну, во сне, да, нам снятся сны, и мы испытываем все то же. И часто нам снятся сны, которые, вот мы были впечатлены, да, посмотрели страшный фильм, нам приснился фильм или еще что-то. В общем, это срабатывает. Наша жизнь, реальные наши впечатления в голове, наши привычки — все они срабатывают во сне. Можно даже о себе много узнать вот так вот во сне. Раз я там повел себя так, например, во сне, да, в жизни бы я так себя не повел. Ну, вот как раз-таки во сне, скорее всего, именно так бы вы себя и повели. Ну, в общем, в чем заключается практика? Во сне все меняется, все не постоянно. У нас и в жизни все не постоянно, но все относительно, вы же знаете. И для того, чтобы узнать нам сон или не сон в тот момент, когда мы спим, в чем еще момент, да, что когда мы спим, нам кажется, что мы не спим, что на самом деле все реально. Ну, это кто внимателен к своим снам, тот обратит внимание на это, да, что часто бывает, мы просыпаемся и думаем, блин, это же был сон, что я не проснулся, или ужастик, например, какой-то, или еще что-то, да. В общем, нам нужно просто в тот момент, когда мы спим, хотя бы задуматься о том, что, может быть, это сон, да. Для этого нам нужно это делать в реальности. То есть практика заключается в том, что вы каждый день, ежеминутно, ежесекундно, ежедесятиминутно, как вам удобно, чем чаще, тем лучше, вы вспоминаете, а не спите ли вы сейчас, в данный момент, и проверяете. Проверить можно так. Выбирайте любую надпись, любую какую-то картинку, можно даже, но лучше надписи и цифры, так будет более узко. Обращайте на нее внимание, смотрите, отворачивайте и смотрите еще раз. Это все буквально в одну секунду происходит, да. Думайте, а не сплю ли я? Нашли надпись, посмотрели, отвернулись, посмотрели, или закрыли глаза, или отвели взгляд. То есть это не обязательно делать, знаете, нарочито так, это среди людей, вы будете вспоминать, да. И раз такие, раз закрыл глаза, стою, открыл, подумают, вот дурачок. Не нужно привлекать к себе внимание. Или отвернулся, смотрю, отвернулся, смотрю, подумают. Не нужно привлекать внимание, делайте это как-то беспалево. И вы смотрите. Если вы спите, то эта надпись поменяется. Она поменяется на иероглифы, она может исчезнуть, она может какими-то каракулями стать, она может в рисунок превратиться. В общем, что угодно, она поменяется за одну секунду. Это во сне, во сне меняется все очень быстро. Если же вы находитесь в неспящем состоянии, то ничего не поменяется, надпись останется той же. Вы можете дальше продолжать свой путь. Но через время, также через минуту, через две, через десять снова вспомните. Потому что вы можете спать в любой момент. Это доказано уже просто на практике. Никогда не доверяйте тому, что, может быть, я сплю, но нет, сейчас по-любому реальность. Проверьте, проверьте. Именно в этот момент, когда вы можете быть уверены, что вы не спите, вы находитесь в реальности, в этот самый момент вы можете спать. Не упустите шанс осознать этот момент. Это нереальный. Это нереальные впечатления просто. И это самые яркие чувства, которые были у меня в жизни. Поэтому я рекомендую их испытать. Но, в принципе, питание и полезное достаточно, если уходить уже в более глубокие такие размышления. И когда вы осознаете тот момент, то есть в один прекрасный момент вы будете спать. И эта привычка сработает у вас во сне. И вы проверите, что это сон. И цифра поменяется. И вы. Потому что, потому что у вас будет нереальный прилив свободы. То есть вы окажетесь в реальности, в которой вы только что думали, что всё реально. И вы не спите. Вы поймёте, что вы спите. Со всех сторон. Это уже на опыте. Просто будет нереальный прилив энергии и свободы. На самом деле, чувство свободы это супер-мегаэнергия. В жизни вы такое не испытывали. Может быть, если только кто-то пробовал какие-то наркотики. Но я даже не скажу, под какими это можно испытать. И не стоит. Потому что это всё ведёт к плачевным исходам. В общем, вы не сможете там оставаться долго. Не сможете. Вы сразу проснётесь. Вы сразу проснётесь, но вы проснётесь просто вот с такими глазами. Это что может быть? Это нереально. Знаете, я со многими людьми общалась. И многие говорят, ой, это нереально. Ну, это не... Да что за бред? Это нереально. Этого не может быть. Что-то какие-то глупости, какие-то сказки. Я встречала таких людей. Мне кажется, что это вообще самая глупость говорить, что этого не бывает, на то, что можно реально проверить. Возьми, проверь. Почему ты говоришь, что-то с ним... Ты пробовал? Я пробовала. Я там была. Я это испытывала. Я это чувствовала. Это не сказки. Это не миф. Это даже не так сложно на самом деле. Вот я рассказываю о всё. Это... Ну, как бы я говорю, что это сложно на практике. Сложно просто к этому возвращаться. Потому что жизнь нас, она всё время затягивает. Деньги какие-то, свои мысли, какие-то всё... Это та же медитация, понимаете? В медитации мы как раз-таки учимся концентрации. Потому что нас затягивает вся эта наша жизнь. Мы уходим в голову с этим проблемой, да? А на время просто остановитесь. Подумайте, что вас вокруг окружают. Любимые люди, друзья. Элементарно вы снимаете тяжёлую обувь. И вот оно, счастье. Никто даже не задумывается и не останавливается над этими моментами. А это на самом деле очень важно. И вот этот момент сложный. Сложно всё время возвращаться. Всё время возвращаться. Вот с этим у всех проблем. Возвращаешься к тому, чтобы проверить. Вспомнить, а не спишь ли ты. Вот об этом забывать. Вот в этом сложность. В регулярности. И, честно так скажу, первый раз у меня это было в первый же день. Потому что информация об этом, от моего друга, меня очень сильно впечатлила. Видимо, настолько глубоко, что в этот же вечер у меня был осознанный сон. Но он был просто миллисекунду. Миллисекунду, но я успела его почувствовать. Я проснулась, я проснулась, и что-то это было, это было, это было. Куча мыслей. Но, естественно, я проснулась очень резко. И я не успела в полноте ощутить все эти моменты. И я начала практиковать, как бешеная. Потому что мне захотелось снова это испытать. То есть я ехала за рулём. И я реально каждую секунду проверяла, проверяла, проверяла. Отвлекусь, по телефону поговорю, проверяла, проверяла, проверяла. Я всегда как-то становлюсь более осознанной, когда остаюсь сама с собой. Наедине со своими мыслями. И через неделю уже приснился осознанный сон. Снова я проверила, оказалась во сне. То есть я уже продержалась одну-две секунды там. А это, поверьте мне, много. И сразу проснулась. И думаю, ааа, почему, почему, почему? Я хочу там попробовать, я хочу там побыть, походить, посмотреть по сторонам, понимаете? Но для этого нужна практика. Просто нужно делать, делать и делать. И в конце концов вы привыкнете, вы сможете это удержать. То есть есть такая практика, когда уже там, ну, 5 секунд вы держитесь хотя бы, да? Просто там эта энергия, она вас будет наталкивать на кое-какие действия. Потому что вы понимаете, что всё нереально, полная свобода в голове, да? И что в вашем подсознании вы о себе можете узнать много-много. Что бы каждый из вас сделал, будь он никем не увиденным, не услышанным, никаких свидетелей, и вы находитесь вот в такой реальности, как сейчас. Представляете? Люди так же вокруг вас. Но никто вас не увидит, не услышит. Вы можете делать всё, что хотите. Вы не умрёте вот здесь, в этой. Потому что это, ну, это иллюзия. Вы это 100% знаете. Это как виртуальная реальность, как игра. Что бы вы делали? И я, честно, офигела от себя, что делала я. В принципе, у большинства людей, они делают именно то, что делала я. Я думаю, что когда вы достигнете этого опыта хотя бы, и вы почувствуете это, вы напишите мне потом в личку, что делали вы, если не будете скромничать. Дальше идёт практика удержания. Там есть такая, да, то есть было такое, что удержаться там 10-20 каких-то секунд. Вот я после того, как осознав, что я сплю, я говорила, я сплю, я сплю. Это сон, это сон, это сон. И просто вот я концентрируюсь, это сон, это сон. Я не хочу проснуться, понимаете? Вот сейчас данный момент удержаться. Но всё равно ты просыпаешься, потому что ты только отвлечена, только что-нибудь отдалась своим вот чувствам, желаниям каким-то что-то сделать, вот этой энергией. Всё, ты проснулась. Большой прилив, большой. Ни с чем не могу сравнить даже, честно говоря. Практика эта, в принципе, она безопасна. Если человек только не болен психологически, то есть если с психикой всё нормально, то это безопасно. Вы точно определите, где сон, а где нет. Если у человека немножко есть какие-то отклонения психические, то вполне возможно он может запутаться. И в принципе это, если он с психическими отклонениями, у него и так могут быть проблемы и в реальности, и без осознанных сновидений. Но лучше не практиковать какие-то такие вещи, которые могут вообще свести его с ума, да? Так это не страшно, я же говорю, это научно доказанный факт. Есть практика, есть книги, и вот как бы практикует. И обычно я говорю, что, я думаю, что немного людей начнут это практиковать и интересоваться. И обычно я говорю, чтобы мне написали потом в личку, если вы, допустим, неделю, там, другую практикуете, практикуете, практикуете. И прям вот конкретно, прям честно, правильно, да, вот как я говорю, и ничего не получается. То есть следующая практика, такой следующий уровень, как я называю, такой более, да, толчок, который практически в 90% случаев тогда получается осознать сон свой. Ещё часто это происходит на днём, на дневном сне, когда мы спим. То есть не ночью, потому что есть разные фазы, вот, кстати, у Стивена Лаберджи, он описывает разные фазы вот этих сновидений, какие они бывают. И чаще всего в какой фазе происходит осознанное сновидение. Главное его не упустить как-то там, да, ну, это уже высший пилотаж. Мой друг, например, он умел, он уже 3 года где-то или 5 лет практиковал это, и он просто ложился и считал до 60, и уже, ну, спал и осознавал свой сон. То есть у него вот так уже было. Но когда он перестал практиковать через время, ему там уже надоело, он уже всё везде полазил, всё везде сделал, что только можно было сделать. В общем-то, всё там понял, видел-перевидел, он уже устал, ему захотелось видеть сны. Он просто перестал практиковать и начал снова видеть сны. В общем, я болтаю уже 14 минут на моих часах. Я думаю, что я на все вопросы ответила. Практикуйте, проверяйте, сон не сон. Единственное, что вам нужно делать, это просто вспомнить, сплю я или нет, и проверить это всё на надписи, да. Эта привычка сработает у вас во сне, ну и, в принципе, там вы уже поймёте. Очень много чего потом можно делать. Смотреть всякие практики удержания сна, давать себе задания там во сне, что-то пробовать. И я этим занималась, я пробовала, я себе даже пальцы резала, резала палец, прыгала с крыши, летала. Есть какие-то вещи, которые не буду даже говорить, что я делаю. Ну, если остались какие-то вопросы, вы задавайте в комментариях. Если очень срочно, пишите мне в личку. Просто я, ну, не каждый день просматриваю комментарии. Вот. Как только доберусь, сразу отвечу на вопросы. Можете писать в комментарии. Может, кто-то пробовал уже эту практику, то делитесь своими впечатлениями с другими, рассказывайте. Может быть, что-то вы ещё посоветуете. Придачу туда. Что касается, кстати, осознанных сновидений и астральных выходов, вот есть такая практика ещё, да. Ну, лично мне, да, и моему другу, а он вёл даже свой сайт «Практика осознанных сновидений». Она была создана, этот сайт был создан для людей, именно для практикующих. И там много было разных форумов, где, в принципе, он общался со всеми, и никто ему так ещё не доказал существование астрального выхода. Хотя отличие, как я поняла, в том, что астральный выход, ты как бы выходишь из тела, но ты оказываешься в этой реальности. А осознанный сон, ты оказываешься в своей голове, в своей реальности. А астрал, вроде бы, как ты в общей реальности, да. Но проверить это легко. То есть, если, например, человек ложится, засыпает, всё, он, ну, как бы, осознаёт всё, да. Я могу, получается, взять что-то, спрятать, и он может там через астрал это пойти, посмотреть, проснуться и сказать мне, что я спрятала, что было написано, например, да, или так далее. А в осознанном сне вы это не сделаете, потому что вы просто не знаете, что человек спрятал, да, и куда, потому что вы проснулись в своей реальности. И, может быть, вы найдёте что-то, увидите, но это будет только то, что нарисовал вам ваш ум. И за всё время, сколько было практиков, там, и астральных выходов, и многого чего другого, никто ему так и не доказал, что он выходит в астрал в общей реальности. Вот, поэтому пока что я придерживаюсь тому, что это одно и то же, просто называются разными словами. Но там очень всё реально. Во сне реальность реальнее, чем в реальности. Краски ярче, всё. То есть, ну, никогда бы не подумала, что я сплю. Ну, никогда. В общем, пробуйте, кому интересно, задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, рада была с вами этим поделиться. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. В мире столько всего интересного. Офигеть просто. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»